приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про проверку кланов на нарушения итак вышла новость что 19.01.2023 года изменяются некоторые правила но для начала тут такое вот вступление мы начинаем проверку нарушений связанных с продажей мест в кланах будем проводить контрольные закупки и наказывать виновных при выявлении нарушений правил кланов клан будет распущен а к ответственным могут быть применены санкции вплоть до перманентной блокировки аккаунта и так какие же правила изменились пункт 15 правил кланов любое нарушение правил кланов является автоматически также нарушением лицензионного соглашения и иных правил леста геймс и может быть основанием для применения ограничений в отношении создателя командира клана либо иного лица имеющего полномочия управления кланом пункт 18 1 правил кланов прямая продажа мест слотов в ангарах для получения каких либо игровых предметов достижений или выгоды любого другого вида запрещена это включает в себя любой тип вступления или участие в клане который не установлен механиками игры пункт 19 правил кланов каждый случай нарушения клановых правил рассматриваться отдельно степень нарушения определяются листа геймс напоминаем офицерам и игрокам что членство в клане участие в клановых событиях бесплатно любая реклама платного вступления в клан и предоставление платных услуг по получению наград в клановых событиях запрещено вне зависимости от того являетесь ли вы участником программы контрибьюторов или нет ну и в конце давайте играть и завоевывать награды честно что можно про это все сказать с одной стороны все выглядит правильно люди просто вступают за бабки в кланы чтобы получить какие-то там танки у многих стримеров существует кланы в которые люди попадают через донаты я думаю ни для кого не секрет поскольку они сами на своих стримах это все рассказывают потом есть люди которые платят бабки чтобы получать какие-то там танчики вот эти всякие помидорчики и так далее сколько кланы существует столько я и помню что люди просто за бабки всем все делают у меня вообще складывается такое впечатление что в сами клановые бои и ивенты и так далее вообще мизерное количество людей играет даже та цифра что сколько-то там десятых процента участвует в этих клановых мероприятиях это даже она завышенная поскольку часть из этих людей не участвует они просто кому-то дали бабки и все и на этом их участие завершено и так было всегда все все всем продавали кто-то за кого-то что-то делал этой в других играх такое бывает что за бабки там аккаунты качает счета там рейтинги набивает и так далее с этим бороться якобы надо все выглядит прикольно интересно молодцы разработчики начали вот с того что наводят порядок вопросы могут возникнуть только к следующему раз людям это не интересно может быть режим надо сделать интереснее раз они вообще не хотят в это играть им не интересно не там какие-то лбз проходить не в рандоме играть не марафоны проходить не в кланах участвует легче кому-то бабки дать и пусть она там само проходится как угодно пройти лишь бы не самому боты там бабки кому-то отдать чё угодно и суть вообще никогда не меняется вот они новый марафон какой-то сделали как надо было через силу много играть так играешь ты много через силу как рандом дурацкий во время марафона был так и есть желание сразу же чуть ли не в первый день отпадает вообще марафон проходить то же самое со всякими клановыми ивентами вот они вышли и сиди там долго и нудно что-то там жди между боями по полчаса по полдня что-то там играй какие-то душные бои никому это не интересно все хотят получить танк и ничего вообще не играть может есть некая проблема не только в том что надо людей наказывать а и в том чтобы делать игру интересной а то так получается что игра душная и разработчики еще и борются со своими же игроками которые пытаются просто не задохнуться в вашей душной игре я чё-то сомневаюсь что стримеры будут довольны от того что они не смогут больше принимать в свой клан своих зрителей за донаты и тем самым у них было какой-то комьюнити какой-то был клан они там какую-то свою движуху создавали хоть какой-то интерес в игре у них был за счет того что они были ближе к своему кумиру но теперь картошка пытается их разогнать или что и стример тоже не будет за это бабло получать а люди которые сидели в кланах получали бабки за то что кому-то там какие-то танки получали еще что-то они допустим вот тоже не будут это делать а нахрен им тогда вообще в клане сидеть такое впечатление что без этих бабок они захотят этим заниматься вообще мне кажется что большинству вообще эти кланы не облокотились часть людей сидит потому что они кому-то за бабки танчики делают часть людей кланы содержит потому что там у них их зрители за давать и сидят вот это все разогнать а чё там останется останется один класс разработчиками и все и 50 процентные челики которые просто создали клан чтобы там посидеть ну и рандомные кланы в которых просто люди катаются в рандоме и включают свои там резерве ки потому что накатали их в рандоме раз вы пытаетесь разогнать всех этих челиков то дайте им взамен что-нибудь почему во многих играх есть код автора почему у стримеров картошки нету кода автора чтобы люди со стрима или с видоса от своего любимого блогера по танкам брали этот код шли в прем магазин вводили этот код и чтобы эти деньги шли сколько-то там процентиков этому блогеру остальное шло все в картошку и человек купил что хотел в танках и поддержал своего какого-нибудь там блогера и получил то что хотел получить и много чего можно связать с этими кодами автора и те же самые и кланы и какую-нибудь кастомизацию со стримерами камуфляжики там член экипажа и так далее но этого ни черта нет и кланы эти никому не облокотились в них и так никто не играет может быть следующий клановый ивент станет супер интересный и все с радостью пойдут в него бесплатно проходить и сами себе все будут там делать танчики получать и так далее но почему-то у меня есть какое-то сомнение поскольку вот измененный марафон я на него посмотрел это такой же марафон как и все остальные единство что надо две недели всираясь играть непонятно зачем а так сейчас получится что допустим разгонят эти кланы стримерские кто-то от этого будет доволен не знаю думайте сами разгонят кланы которые там танчики за бабки делали кому от этого станет легче ну возможно будет больше справедливости так как и должно быть но мы с вами увидим что в эти клановые ивенты никто и не играет что ни нафиг никому не нужны они не интересны ты их пару раз проходишь и все они все одинаковые они надоедают крайне быстро поэтому человек который хотя бы пару раз прошел и получил танк вряд ли он когда-то захочет еще раз этим заниматься поскольку улучшение в этом мероприятии нет вообще в общем и целом вроде как добавляется какая-то справедливость возможно если кого-то там по перебанят и кланы всякие поразгоняют но что нам дадут взамен мне кажется ничего пишите свое мнение в комментариях прав я или нет что вы про это все думаете с вами был варчик карать красиво всем удачи и пока удачи удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok